Доброе утро! Рад видеть всех вас этим утром. Мы сразу же приступим к Божьему Слову. Есть некоторые вещи, которые Бог давал нам уже какое-то время, и я искал водительство, как точнее это осуществить. Мы верим, что получили указания по этому поводу, и поэтому мы будем двигаться вперед. Итак, этим утром мы рассмотрим один стих из Писания, и затем мы переключимся. Этот стих из книги Откровения, глава 12, стих 11. Большинство людей знает этот стих. Это единственный стих, который знают люди из книги Откровения. Там говорится, Откровение 12, 11. Они победили его крови лагнцы словом свидетельства своего. И так лучше я прочитаю весь стих, так как там есть еще одна часть, в конце. Откровение 12, 11. Они победили его крови лагнцы словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. Сегодня мы сделаем акцент только на крови лагнцы и слове вашего свидетельства. Мы не будем акцентировать ваше внимание на невозлюбили души свои даже до смерти. Мы сделаем это в другой раз. Но сначала я хочу задать вам вопрос. Самого начала эти служения в 9 утра были для людей, которые посвятили себя быть членами этой церкви, посвятили себя тому, чтобы быть наученными, чтобы стать действительно учениками. За следующие несколько недель вы увидите, что на самом деле Библия говорит об ученичестве, как это фактически работает. Я знал, что то, что я видел в церкви в целом, не было точным. Затем я углубился в слово и увидел, что то, что я думал, было неточным. Теперь мы должны были изменить все. Поэтому мы будем рассматривать то, что это действительно означает. У Иисуса было на самом деле 3 или 4 группы учеников. Мы все знаем их. Первая группа — это 12 учеников. Все знают именно их. Затем было 3 учеников из 12. Это была как бы подгруппа. И затем, конечно же, была группа, состоящая из 70 учеников. Эта группа побольше, и мы даже не знаем их имена. И затем были другие, которые квалифицировались как его ученики, и они были частью толпы. И даже сама толпа рассматривала себя, как ученики Иисуса. Таким образом, мы будем рассматривать разные аспекты этого, и что они означают. Мы только что вернулись из Англии. Собственно говоря, как многие из вас знают, это была чудесная поездка, многое было сделано. Были дела Царствия Божьей, о которых нужно было позаботиться. Но были также и дела Царствия, о которых было весело заботиться. Есть разница. Но мы сделали то и другое. И пока я был там, у меня опять появился шанс посетить часовню Джона Уэйсли, его дом, место, где он бывал. Потом мы посетили место, где Вильям Бут произнес свою первую проповедь. Также посетили его могилу, и это странное место. Если у вас когда-нибудь появится шанс поехать в Англию, посетите кладбище, где могила Вильяма Бута. Это место выглядит, как кадры из фильма ужасов. Я не шучу. Повсюду деревья, корявые кусты, везде МГ и Эй буквы. Мы принесли туда свет, но все же, это место выглядело таинственным. СТРНН буквой ЭМ. Там похоронены люди. Было интересно видеть все эти надгробия и то, что на них написано. У нас была возможность посмотреть это, пока мы были там. Затем, мы видели место под названием «Уголок проповедника». Тоже интересное для посещения. Мы поговорили обо всех этих вещах, которые произошли там. Но самая важная вещь, которая произошла, когда мы были там, это обсуждение темы настоящего ученичества. Все лидеры из Европы собрались вместе. Я провел два дня, обсуждая, общаясь. Я фактически не учил. Это было больше, как общение с ними, чтобы знать, как мы можем им помочь, и как обстоят дела, и куда продвигается это послание. Происходят удивительные вещи. Феноменальное возрождение из-за послания, которое несет служение Джей, Джи, Тел, М, Джон Город Лейк Министрес, даже в католических церквях в Польше. Послание служения Джей, Джи, Тел, М проповедуется и там. И священник спасается и исполняется Святым Духом, и начинает проповедовать исцеление. Начинает говорить, Иисус принес полное Евангелие для всего человека. Происходят удивительные вещи. Мы восторгаемся происходящему, и так здесь дела будут обстоить по-другому. Честно говоря, будет любопытно узнать, кто появится здесь на следующей неделе, потому что это начнет происходить все более в интерактивном режиме, и у вас будет позиции, определенная роль, которую вы должны будете исполнять. Так сказать, если вы хотите обучаться, то это место, где вам нужно быть. И мы будем это делать. И это не будет происходить только здесь. Нам нужно будет сбалансировать работу, которая происходит здесь с тем, что происходит в интернете. У нас есть люди, которые смотрят эту передачу, даже сегодня рано утром. Поэтому, трудно сбалансировать эти две вещи, потому что, фактически они не присутствуют в этом классе, чтобы быть частью этого процесса, и нам пришлось немного придержать интерактивную часть. Честно говоря, будет неправильным. Я не хочу сказать наказывать вас, но будет неправильным не помочь вам достичь вашего полного потенциала, только потому, что некоторые здесь не присутствуют. Поэтому мы будем проводить этот урок, как будто здесь только вы, а все остальные просто смотрят. Аминь. Итак, мы будем тренировать, снаряжать, посылать, делать то, что мы должны делать. Да, настало время. Итак, первое, я хочу у вас спросить, и руки можно не поднимать. Я буду более прямолинейным по мере нашего продвижения. Я хочу облегчить ваше вхождение в обучение. Не хочу напугать вас самого начала. Итак, первое, кто на этой неделе делился с кем-то Евангелием? Потому что, большинство христиан этого не делает. Если вы находитесь в церкви, или, позвольте мне сказать это так, если вы говорите, что спасены больше года, то после первого года, очень редко христианин делится Евангелием или приводит людей к рождению свыше. Это статистика. Это печально. Мы должны становиться сильнее и сильнее, по мере нашего продвижения вперед. Неправильно, чтобы сначала выбежали, чтобы потом упасть на землю. Выдохнувшись, мы должны становиться сильнее и сильнее. И должны все лучше и лучше уметь представлять Евангелие людям и приносить Иисусову жизнь. То, чем вы обладаете, того стоит, стоит того, чтобы это иметь и чтобы с этим делиться. Аминь. Итак, первое, если я спрошу вас, кто из вас делились с кем-то Евангелием? Но давайте сначала кое-что проясним. Одну минуточку, что ты имеешь в виду под словом «Евангелие». Потому что каждый думает, что он знает, что такое Евангелие. Но если честно, то, если бы мы сделали здесь опрос, что означает «Евангелие», то как минимум, ответов будет вдвое меньше, чем количество людей. И стандартный ответ будет таков. Жизнь, смерть, погребение и воскресение Христа. И это хороший ответ. Нет, это и есть значение Евангелия в краткой форме. Но нам нужно осознать, что существует, грубо говоря, шесть Евангелий, которые проповедуются сейчас по миру. Шесть основных. Но есть и другие. Шесть основных. А из них еще побеги и веточки. И это нелепо. В то время, когда мы должны быть едины. А у нас столько много разных версий Евангелий, Церкви, и разных версий этой группы и той группы. Это нелепо. Итак, я очень быстро сделаю обзор этих версий. Шесть топовых Евангелий, которые проповедуются по миру, как Евангелии. Но мы знаем, что есть только одно Евангелие. Но вот шесть топовых Евангелий, которые проповедуются в наше время. Номер один. Евангелие и только прощение. В основном, Иисус преподносится, как пожарная страховка. Спастись, чтобы не пойти в ад. А если я не иду в ад, то куда я иду? Не думай об этом, просто не иди в ад. И это смешно, потому что Церковь, куда ходят эти люди, зависит от призваний пастора или лидера этой Церкви. Такая Церковь обычно приобретает характеристики ее лидера. Если пастор был евангелистом перед тем, как стать пастором Церкви, вам будут говорить, вам нужно родиться свыше, потому что он родеет о спасении людей. И все заключается в «спасись, спасись». И каждое воскресенье к алтарю подходят одни и те же люди, которые спасаются снова. В основном, это и происходит. Сущность Евангелия и только прощение заключается только в «будь прощен». И это делает следование за Христом необязательным и создает пассивных святых. Другими словами, вам ничего не нужно делать, просто. И действительно, единственное, что они хотят, чтобы вы, вы спасены, вы приходите по воскресеньям, приносите ли вы десятины. Эти три пункта идут у них рука об руку. Помимо этого, вам больше ничего не нужно делать. Эй-э-пэй-эр, мягкий знак. Есть другой вид Евангелии. Он называется «социальное Евангелие». Модель социального Евангелия. Помощь нуждающимся. Вам нужно понять, что есть доля истины в каждом из них. Но обычно, они останавливаются слишком рано. Это и является проблемой. И так, социальное Евангелие призывает помогать нуждающимся. И обычно, оно приспосабливает Евангелие культуре, где оно проповедуется. Оно уживается с той культурой. Оно не вызывает проблем. Реальная причина социального Евангелия, в основном, вписаться в среду, помогать людям, быть хорошим, совершать хорошие дела. Обычно, социальное Евангелие. Это Евангелие, ориентированное на дела, на исполнение дел и тому подобное. Скольким людям ты помог? Сколько хорошего ты сделал? И как я сказал, есть доля истины в каждом из них. Но это не вся истина. Номер три. Может, мне нужно будет объяснить это больше, но существует Евангелие, так называемое, Евангелие процветания. Послушайте, Библия учит процветанию. Она не учит экстремальному личному процветанию просто ради экстремального личного процветания. Понимаете? Существуют отличия. Хочет ли Бог, чтобы вы процветали? Однозначно. Истинное процветание означает намного больше, чем просто деньги. Если первое, о чем вы подумали, когда я сказал процветание, деньги, то у вас есть проблема с этим. Мы должны осознать, что процветание — это не только деньги. Процветание — это Божья идея успеха в каждой сфере вашей жизни. Но существует крайность, когда вы так сконцентрированы на себе, что думаете только о себе и о том, как что-то получить. Другая проблема с Евангелием — процветание. Крайности, существующие во всех версиях Евангелия, но приходят и чувства уверенности в своем праве на это, и вы начинаете смотреть на Бога, как на того, кто должен что-то сделать. Его Слово говорит об этом, и Он это сделает, но в ту самую минуту, когда вы начинаете говорить Ему, «Ты должен это сделать», вы переходите границу. Он все еще является Богом. Вам нужно являть Ему уважение, как Богу. Вы можете находиться в покое и расслабиться, и знать, что Он сдержит свое Слово. Но когда вы начинаете использовать Его Слово, то вы ставите Творца ниже Творения, и Библия выступает против этого. И така. Обычно, основной термин, который вы можете услышать в этой версии или модели Евангелия, называйте, как хотите, это «Ты должен востребовать свои права». «Востребуй свои права». Должны ли мы востребовать свои права? Однозначно. Существуют вещи в Евангелии, на которые вы имеете право, но, требуя их, вы не говорите Богу, чтобы Он дал их вам. Вы настаиваете на том, чтобы дьявол отступил. Все зависит от того, с кем вы говорите и как вы с ним говорите. Многие люди путают это, когда мы служим больным. Мы начинаем молиться, в основном, из-за того, что люди ожидают, что мы будем молиться, и мы молимся Отцу, благословляем Его, благодарим Его, и затем, мы переключаемся. Мы направляем свое внимание на врага, и становимся яростными, дерзновенными и агрессивными. Многие люди не видят разницы между этими двумя молитвами. Они думают, что мы разговариваем таким образом с Богом. Но мы не приказываем Богу. Мы можем ожидать от Него, но мы утверждаем Его победу и делаем то, что Он хочет. Это то, что делаем мы. Следующим пунктом, номер четыре, будет Потребительское Евангелие. Потребительское Евангелие означает, что речь идет только о восполнении ваших нужд. Это значит, эгоцентризм, сфокусированность только на себе. Потребительское Евангелие, в основном, когда вы находите. Это как бы сопровождает так называемое Евангелие процветания, где человек востребует свои права и далее все в этом роде. По существу все сводится к одному, так сказать, вы сидите на троне вашей жизни, а не Иисус. В конечном итоге, вы смотрите на все с позиции. Все только для моего блага, а это не так. В этом проблема. А также это сделает вас человеком, потакающим своим желанием. Номер пять. И это, Евангелие, будь правильным. Должен признаться, однажды я был очень близок к этому, но не по тем же самым причинам, которыми я буду сейчас делиться с вами. Основанием Евангелия, будь правильным, является то, что люди находят свою безопасность в том, чтобы поступать правильно. Это Евангелие, будь правильным. Ведет человек к агностицизму, к тому, что если я знаю, что я правильный, то это делает меня лучшим христианином, чем тот, который не знает об этом. Вот к чему это ведет. Скажу вам, это не моя траминология. Я взял ее из книги, которая называется «Обращение. Нет ученичества». Позвольте мне сказать это правильно. Без ученичества нет обращения. «Это прекрасная книга. Это хорошая книга. Она объясняет эти Евангелии. И я подумал, что мне тоже нужно упомянуть об этом учении. Я сделал это вначале, и не хочу тратить на это много времени, но хотел бы вставить. Евангелие, будь правильным, ведет человека к агностицизму. И это означает, что человека как бы водит, посвящают в тайны. И чем больше секретов человек знает, тем правильнее и лучше он становится. И это очень просто. Откровенно говоря, многое из теологии и слова веры имеет тенденцию вести человека к этому, если он не осторожен. Я часто встречал таких людей. Они приходят к тому, что у них появляются классы или уровни, как у системы, где христиане классифицируют людей. Говоря, я знаю больше тебя, поэтому я лучше тебя. Ты знаешь больше. Но если ты делаешь меньше с тем, что ты знаешь, то это делает тебя хуже. Понимаете? Знание — это не конечный результат, и даже быть всегда правильным. Каждое пробуждение, которое когда-либо потрясало этот мир, доктрина таких пробуждений была неправильной. Удивительно, не правда ли? И знаете, что убивает каждое пробуждение, когда люди начинают разборчиво изучать доктрину? Как такое может быть? Вы бы подумали, чем точнее я буду, тем лучше будет пробуждение. Так не бывает. Это приводит к тому, что побеждая в одном сражении, вы терпите поражение в целой войне. Потому что людям все равно, сколько вы знаете, они хотят видеть вашу заботу о них. И я даже слышал это сам. И это правда. Иисус говорил о нас, о том, как люди будут узнавать нас, они будут видеть нашу любовь, мир. Они никогда не говорили такое о силе. Итак, номер шесть. Это не что-то новое, но это было переодето и называется новым. И все думают, что это новое откровение. И в целом, это называется движение сверхблагодати. Евангелие сверхблагодати. В своей основе, оно говорит, ты в порядке. Ничего не важно. Грех не важен. Иисус заплатил за него. Ешь, пей и наслаждайся. Что бы вы ни делали, это не важно. И это извращенное Евангелие. Благодать никогда не была предназначена, чтобы давать разрешение грешить или остаться безнаказанным за что-то. Благодать дает вам силу подняться над грехом. Так просто. Обычно, результатом Евангелия сверхблагодати является притупленная совесть. Плохая новость заключается в том, что она притупляет людей к любым делам. Не поймите меня неправильно. Я не говорю о спасении по делам. Я не говорю о том, что вы должны что-то сделать, чтобы спастись. Я говорю о том, что почти все люди, которых я встречал, и которые живут по сверхблагодати, когда им говоришь о делах Иисуса, они закрываются, думая, что вы говорите о том, что должны заслужить делами свое спасение. Если это правда, то что имел в виду Иисус, когда сказал, «Вэйярующа, и краткое в меня, дело, которое творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, есть дело, которое мы должны сделать, есть добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И тот факт, что тут говорится дело, множественное число, означает, что это индивидуальные дела, не одно дело, а много действий». Это был номер 6. Номер 7. Истинное Евангелие. Номер 7. Это Евангелие, которое, откровенно говоря, не проповедуется много, особенно, в отношении с теми другими версиями. Это Евангелие, которое проповедовал Иисус. Это Евангелие Царства. Это Евангелие Господства и Превосходства Иисуса и Его Отца абсолютно над всем. Вот так просто. Это истинное Евангелие. Это то, что проповедовал Иисус. Это то, что Он заповедовал проповедовать Своим последователям. И это то, что Он передал нам. Я не верю в термин «восстановление», в смысле того, что Бог восстанавливает определенные вещи для Церкви. Потому что, если это правда, то тогда это Его вина, что у нас до сих пор этого не было. Я не смотрю на это, как на восстановление. Я смотрю на это, как на пробуждение. Я не вижу ничего в Новом Завете, говорящего нам, что Бог что-то восстанавливает. Я вижу, что Он говорит нам пробудиться к праведности. И когда мы делаем это, мы пробуждаемся к вещам, которые истинны. Проповедь Евангелия Царства. Это пробуждение к истине Евангелия, которое проповедовал Иисус. Много лет это не было проповедано. Итак, вот семь версий Евангелии. Но Евангелия существует провозглашение Евангелия. И существует то, когда человек живет по Евангелию. Если вы не живете Евангелием, но провозглашаете Евангелие, то это не принесет много пользы. Потому что большинство людей может сказать, «Я не слышу тебя, потому что я вижу тебя». «Я не могу слышать то, что ты проповедуешь, потому что я вижу твою жизнь». Часто именно так это и работает. Результат Евангелия Царства должен быть виден в том, что мы демонстрируем Иисуса нашей жизнью, в нашей жизни и этому миру. Уловили не просто миру, не просто провозглашение. Мы не получаем очки просто за то, что мы провозглашаем Евангелие миру. Мы должны сделать так, чтобы Евангелие работало в нашей жизни. Потому что вы всегда будете изучать то, что вы знаете, но вы всегда показывать то, кто вы есть. Вот так просто. И так. Поэтому вы видите, как люди приходят в церковь, и все идет хорошо. Но затем, когда их дети открывают рот и начинают говорить, то можно сразу понять, что происходит в их доме. Почему? Потому что это становится явным. И то же самое мы должны осознать, что Евангелие Иисуса Христа, Евангелие Царства, верить или нет, может фактически изменить жизни. Это может изменить жизнь в семье, это может изменить ЖСН мягкий знак. Позвольте мне сказать это так. Если оно не изменяет жизни в доме, то оно, возможно, не принесет существенного изменения миру. Каждый может схватить то, что вы проповедуете. Вы можете проповедовать точно, и люди могут взять это, побежать, начать делать, слышать, и это будет чудесно, и их жизни полностью изменятся. Какую пользу принесут ваши действия? В то же время, этого нет в вашей жизни. Поэтому, нам нужно демонстрировать принципы и характеристики Евангелия Царства. Аминь. Это то, что проповедовал Иисус. Послушайте, Он учредил Новый Завет на последней вечере. Но все, чему Он учил, относилось к Царству, которое должно было прийти. Он всегда говорил о том, каково это Царство, поэтому, то, о чем Он учил, вплоть до последней вечери, является принципами Царства, по которым мы должны жить. Причина, почему я вынес эту тему, и я знаю, что должен поторопиться, потому что сегодня я должен приступить к основной теме. Вы, скорее всего, сегодня услышите это опять, в любом исселючье АЕ. Причина, почему я вынес эту тему, потому что, ранее в этом ГОДУ, бой делал много вещей в моей жизни в этом году, больше, чем в другие года, насколько я помню. Происходит огромное изменение внутри меня. И одно из них, Он дал мне осознать и сказал, «Если ты не будешь ОСТО и РОЖЕН, позвольте мне сначала обрисовать обстановку». Мы были в числе первых, если не первыми, но в числе первых служений, которые начали обучать людей, как ходить в вере и силе. Мы были в числе первых, кто двигался в этих сферах, и делились этим открыто. Мы точно были первыми, когда говорили, «Мне не нужно возлагать на тебя руки, чтобы передать тебе помазание, чтобы ты ходил в силе». Мы говорили людям, «Читайте Библию, поступайте по Библии, слушайте ее и будьте послушны ей». Точка. И если вы будете это делать, и если вы рождены свыше, то Дух Божий будет работать через вас. Мы точно были первыми, кто это мучил. В процессе всего этого мы обучили. Я не знаю точно сколько, но я знаю, что молился за 70 тысяч человек и больше, возлагая на каждого руки, и это было до 2006 года. С того времени, я не знаю, за сколько еще тысяч человек мы молились, но это число только возросло. Но мы также обучили. Большинство людей, за которых мы молились, были на тренингах, которые мы проводили. Я обучил более чем 120 тысяч, до 200 тысяч человек за эти 16-20 лет. Мы учили людей, «Ты не должен быть совершенным. Тебе не нужно сначала избавиться от всех грехов своей жизни, хотя ты должен, потому что ты не должен жить во грехе. Мы говорили им это, но ты не должен быть совершенным. Тебе не нужно сначала избавиться от всех грехов своей жизни. Слушай, просто иди и благословляй людей, прикасайся к их жизни. Так мы говорили имени, и люди делали это. Но в этом году, из-за того, что люди принесли в это послание крайности, они схватились за это послание, потом как бы отломились и стали сами по себе учить людей. Они принесли в это послание столько крайностей, что Бог дал мне задание внести коррективы. Он сказал, «Если ты не будешь осторожен, если ты не внесешь коррективы, ты будешь ответственен за то, что произвел поколение, которое сказало, «Господь, Господь, не делали ли мы все эти дела? Я посмотрю на них и скажу, «Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас». И он сказал, «Правда заключается в том, что вы можете ходить в силе, но вы должны переключиться, чтобы убедиться, что до того, как люди будут ходить в силе, они сделали Иисуса Господом своей жизни. Убедиться в том, что они рождены свыше и знают Его, что они наполнены Его Духом, что они воплощают Его характер, Его естество, Его темперамент. Поэтому вы могли заметить, что в течение последних несколько месяцев мы переключились на это. Почему? Я не хочу их крови на моих руках. Я хочу проповедовать полное Евангелие». Вилфорд Райт говорил это. Но также Лестер Самрол говорил, «Полное Евангелие для всего человека. И это то, что нам нужно». Поэтому вы видите это переключение. Даже в начале года перед конференцией, мы начали говорить об ученичестве, потому что недостаточно просто сказать людям, «Делай это». Или ты должен это иметь. Мы должны начать подготавливать людей. И вот тогда нас начали спрашивать, «Покажи нам разные уровни ученичества и разные идеи по этой теме». Даже мне самому стало интересно. И я начал это изучать. И как я сказал ранее, есть одно измерение ученичества, по крайней мере, так я это увидел. И по этой причине, если вы неосторожны, то вы исключаете людей из этого. Но если вы видите полный диапазон ученичества, то это включает всех, кто читает Библию. Это одна из форм ученичества. Я встречал людей по всему миру, и даже в Англии, в Европе, по всему миру, которые говорили мне, «Я — ваш ученик, но я никогда их не встречал». И говорил, «Как так?» И они говорили, «Я достал ваше учение, и оно изменило мою жизнь». Я получил вчера письмо от полицейского из Огайо. Он был на семинарах техника божественного исцеления, который мы проводили в Орландо. Он рассказал, как это на него повлияло. «Может, я прочитаю вам это письмо сегодня». Но он рассказал, как это послание повлияло на него. Он вернулся в свое отделение полиции и сказал, «Я больше не могу молчать. Мы — первые из тех, кто реагирует. Мы — самые первые, кто приезжает на место преступления. У нас больше возможностей изгнать бесов, воскресить кого-то из мертвых». И он сказал, «Я начинаю группу. Я буду тренировать всех, кто находится в моем офисе». Он — лейтенант. И он сказал, «Я буду тренировать всех, кто находится в моем офисе, и мы организуем команду. Я буду вести группу по изучению Библии. Я никогда не был вовлечен в изучении Библии. У меня не было интереса к ней раньше, но вы показали мне нужду и показали мне мое сердце. Вы открыли мое сердце, и теперь мы будем двигаться в этом направлении. Просто удивительно наблюдать, что может сделать Слово Божие в жизни человека. Аминь». И теперь мы будем помогать ему организовать тренинг для тех, кто прибывает на место происшествия первыми. Как я сказал, происходит очень много интересных вещей. Я рассказал вам о семи Евангелиях. Мы проповедуем Евангелие Царства. Мне надо поторопиться. Что же такое Евангелие? Необходимо рассмотреть это в деталях. И пожалуйста, я надеюсь, что вы не думаете, что это скучно. Но нам необходимо быть уверенными, что мы охватили все, поэтому мы будем рассматривать это по частям. Первое. Кто-нибудь может подойти ко мне, может, к ей кратко от этой буквы и может раздать эти листы, раздай эти листы каждому человеку. Спасибо. По существу Евангелие это жизнь, смерть, воскресение. Я даже сказал бы вознесение Иисуса и результаты этого. Это определение, с которым вы можете работать. Вы согласны с этим определением, что Евангелие это жизнь, смерть, воскресение, вознесение Иисуса и результаты этого? Вы поняли? Это означает, что все, что он сделал и результаты, сделанного им в нашей жизни. Прежде всего, давайте зададим себе вопрос, какими являются результаты жизни, смерти, воскресения и вознесения Иисуса? Мы знаем, что это свобода от греха. Мы знаем, что это свобода от болезни. К этому времени вы уже должны знать это, находясь здесь. Это свобода от греха, болезни и беспокойства в разуме, полное Евангелие для всего человека, дух, душа и тело, свобода от греха, дух, свобода от болезни, тело, свобода от психического беспокойства, душа, полное Евангелие для полноценного человека. Эй, 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 Мягкий знак. Результаты этого, результаты СВОБОД буквы. Вы знаете, что вас могут провозгласить свободными, но вы можете не жить в свободе. Много лет назад в Соединенных Штатах люди были провозглашены свободными от рабства, но они не получили преимущества этого. Поэтому, мы должны знать, какими являются результаты свободы от греха, свобода от болезни, свобода от психического беспокойства. Это означает, свобода от греха, правильное положение перед Богом. Это означает, быть в правильном месте перед Богом, зная, что нет ничего, что стоит между вами, нет ничего, что может быть причиной проблемы, зная, что вы в правильном положении перед Богом и в одно с ним. Это означает правильное положение перед Богом. Это означает, что по причине свободной от болезни, вы можете жить в здоровье, не просто в исцелении. Потому что, многие болеют, исцеляются, болеют, исцеляются. Также говорят об исцелении этого, об исцелении того в их жизни. Но лучше исцелиться и жить в здоровье. Аминь. Это и называется Божественное здоровье. Когда вы живете в свободе от болезни, и не просто в свободе от болезни, но в свободе от страха болезни, от страха, что болезнь набросится на вас. И, наконец, те две вещи, правильное положение перед Богом и свобода от страха болезни и немощи и такого рода вещей и Божественное здоровье. Что это производит? Мир. Это одна из тех вещей, которые, как сказал Иисус, Он нам дал. Прощение человека, исцеление человека, отделение человека от греха, для хождения с Богом. Если, большое, если, человек покоится. Что это значит? Это означает развернуться и пойти за Иисусом. Слушайте, много людей проповедуют Евангелие, которое говорит, «Все, что тебе нужно на те мягкий знак». Или все, что тебе нужно сделать. Это знать, твое покаяние приходит от знания, что тебя уже сделали свободным. Понимаете, не только нужно знать, что вы свободны, но, фактически, выходите в этой свободе и приходите в такое место, где вы остаетесь свободными. Что случилось во время Второй мировой войны, когда они начали освобождать пленных из концентрационных лагерей? Они освободили пленных, вывели их из лагеря. И когда открыли ворота, они вышли просто селя. Я не знаю, но я подумал бы, что если бы меня выпустили оттуда, то я не стал бы садиться. Я продолжал бы идти как можно подальше от этого места. Может, это мой менталитет. Я знаю, что они прошли через многое, и психологически они были полностью побеждены. Но они просто вышли оттуда и селя. И многие из них умерли через несколько дней после того, как они были освобождены, потому что они не знали, как найти себе пищу. А пищи было недостаточно, и они просто умерли. Они были свободны, но они так и не смогли воспользоваться преимуществами этой свободы. Поэтому мы не хотим быть просто людьми, которых освободили. И фактически, люди гиперблагодати учат именно так. Ты свободен. Не переживай об этом. Но свобода это не просто быть оправданным, что означает, что ваши грехи омыты. Свобода это, когда вы ходите во Христе. Только во Христе единственное место свободы быть в нем и ходить в нем, потому что все остальное вернет вас в рабство. Бог против рабства. Ваши грехи могут быть прощены, но вы можете продолжать находиться в рабстве. А он не хочет, чтобы вы находились в рабстве. Он хочет, чтобы вы были свободны. Единственное место свободы это ходить во Христе, демонстрировать его манеру, его характер, его естество, его характерные черты, ходить его путями, какие мы отметили ранее. Если человек кается, то есть, развернется и пойдет за Христом, если он сделает Иисуса Господом своей жизни. Мысли, слов и дей и краткое и краткое. И это процесс, никто не прыгает. Мы немедленно изменены в Духе, но, в то время, как наш разум обновляется, мы растем в освящение, мы растем в отделение для Бога и наша жизнь становится лучше. В то время, как наш разум обновляется в познание того, как мы должны жить. В Духе вы сделаны совершенными и целостными в первый же день. Но каждый последующий день вы приводите свой разум в соответствии с истиной о том, кто вы есть в вашем Духе. И вот тут у многих людей возникают проблемы. У них до сих пор есть старые привычки, старые отношения и тому подобное, что присуще ветхому человеку, который еще не был обновлен до того уровня, чтобы иметь мышление Христа. Итак, человек может измениться и стать абсолютно новым творением, абсолютно новой личностью без прошлого, и это хорошо. То, что у вас есть прошлое, это не одно и то же, что помнить прошлое. Вы должны быть способны его забыть. Я не говорю «забудьте, откуда вы пришли». Я говорю «забудьте, кто вы были в прошлом». Потому что, чем больше вы думаете о том, кто вы были в прошлом, тем больше вы будете похожи на вашего ветхого человека. Итак, это есть полное Евангелие для всего человека. Теперь, перед вами лежит лист бумаги, который вам дали. У вас есть еще. У нас их достаточно? Да, мне нужен один листок. Извиняюсь, я не распечатал себе. Спасибо. Как вы заметили, наверху листка написано «люди, которых я знаю, и которым нужен СУС». Я хочу, чтобы вы очень быстро написали пять имен. Просто напишите их имена. Это может быть просто имя или фамилия. Может быть, и фамилия, и имя. Все равно, это люди, которых вы знаете. Это может быть член вашей семьи. Это может быть кто-то, кого вы видите часто в магазине. Это может быть механик, который ремонтирует вашу машину. Кто бы это ни был, просто напишите первых пять человек, имена которых всплывают в вашем разуме. Это может быть девушка, кассер в продуктовом магазине. Это те, кого вы видите регулярно. И когда я вдруг сказал, что вам нужно вспомнить пять человек, с которыми вам нужно поделиться Иисусом, те, кому нужно знать Иисуса, первые пять человек, которые всплыли в вашем сознании, напишите их имена. Я даю вам минуту. Напишите их имена. Заметьте, сразу же ниже написано, я посвящаю себя молитве за них, чтобы они были открыты для Евангелия, чтобы они сделали Иисуса своим Господом. Мы возьмем эти пять имен на ТНЕД и Илья. И я даже не прошу еще делиться с ними Евангелием, это будет на следующей неделе. Просто говорю вам заранее. Но если вы хотите, то можете это сделать. Я за то, чтобы делиться с людьми Евангелием как можно скорее, потому что мы никогда не знаем, через что эти люди проходят или что может с ними случиться. Когда мы проводили семинары в разных странах, мы видели, как некоторые люди нуждались в молитве, но по каким-то причинам за них не помолились, а затем они умерли до того, как могли вернуться. И когда мы увидели это, я всегда говорю людям, если у вас что-то происходит, я помолюсь. Если вам нужна молитва, я помолюсь за вас сразу же. Почему? Я не хочу давать врагу шанс увидеть вас до того, как мы еще раз увидимся, потому что он воспользуется такой возможностью. Итак, напишите пять имен. Все написали пять имен? Все. Тогда мы продолжим. Ниже сказано, я посвящаю себя молитве за них, чтобы они были открыты для Евангелия. За каждого из этих пяти человек вы будете молиться на этой неделе. Регулярно. В течение недели. Будет хорошо, если вы будете молиться за всех пятерых всю неделю. Проходите по списку и молитесь. Вот ваша молитва, чтобы они были открыты для того, что слушать Евангелие. Открыты, чтобы слушать и принимать Евангелие и сделать Иисуса Господом своей жизни. Как вы будете это делать? Вы будете молиться, чтобы Бог просветил их и чтобы Дух Святой начал двигаться над ними в них, и чтобы Он начал направлять их к Богу, и чтобы они стали готовы почвой, когда вы пойдете им свидетельствовать. Не переживайте по поводу, как свидетельствовать. Мы научим вас, как это делать. Мы будем обучать вас с этому шаг за шагом. И вы сможете засвидетельствовать за 2-3 минуты. 2-3 минуты, или даже меньше. Откровенно говоря, мне нравится идея, чтобы подвести вас к тому, чтобы вы умели посвидетельствовать за 30 секунд. Но в то же время, чтобы быть уверенным, что люди понимают то, что вы делаете, мы научим вас свидетельствовать за 2-3 минуты максимум. Теперь, первое, я хочу, чтобы вы взяли этот листок и посмотрели на него. В следующей части говорится, что является Евангелием. Мы уже об этом говорили. И вот тут вы должны быть, я не хочу сказать, острожными, но более аккуратными, потому что происходит следующее. Существует очень хорошая система, как свидетельствовать, и она использует что-то похожее на то, о чем мы говорим. Немного отличается, но очень похоже. Но проблема заключается в том, что она пришла от группы людей, которые проповедуют Евангелие. Только прощение. Они в основном говорят, помолись этой молитвой, и ты спасен. Хорошо, ты помолился этой молитвой, теперь день найди кого-то и поделись своим свидетельством, поделись Евангелием, чтобы они помолились этой молитвой. В основном, все сводится именно к этому. Это происходит очень быстро, но не глубоко. Если человек умирает, то он будет с Господом. Это чудесно, но если бы его научили полному Евангелию, то ему не пришлось бы умирать. Аминь. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы принести полное Евангелие для всего человека. И мы будем показывать вам, как это делать. Но первоначальное Евангелие, это, в основном, смерть, погребение, я должен сказать, жизнь, смерть, погребение, воскресение Христа и возвеличивание Его, как Господа, и затем, как сделать Его своим Господом. Людям нужно сделать Его своим Господом, не только Спасителем. Иисус является Спасителем независимо от того, принимаете вы Его или нет. Может, Он не является вашим Спасителем, но Он умер. Чтобы спасти вас, вам еще нужно принять это. Он — Спаситель, но вам нужно понимать, что Он является также Господом, и вам нужно сделать Его Господом. вашим Господом. Понимаете? Слишком часто люди представляют Иисуса только Спасителем и говорят, «Прими Его своим Спасителем», и они не говорят о том, что говорит Библия, провозгласить Его Господом. Он должен стать Господом, что означает, Он начнет диктовать вам мысли, слово, действия. Это и есть господство, потому что это является единственно безопасным местом. Понимаете? Это не безопасно просто быть спасенным, все, что это означает, то, что когда вы умрете, вы будете с Ним. Но это не все, что мы пытаемся сделать. Мы пытаемся сделать так, чтобы вы жили для Него, а не просто, чтобы вы пошли к Нему после смерти. И так, что же такое Евангелие? Через минуту я собираюсь дать вам задание. Вы напишите на этих двух строчках, что является для вас Евангелием. Эти презентации должны занять всего от двух до трех минут максимум. Средний человек приблизительно читает 200 слов в минуту, понимая 60% из прочитанного. Это означает, что если вы хотите, чтобы люди что-то поняли, то возможно, вам понадобятся 4-6 минут разговора с ними, и вы должны повторить некоторые вещи хотя бы два раза, перед тем, как они фактически вас услышат. Вы должны решить, что является Евангелием и рассказать это своими словами. Мы можем дать вам заготовки, но мы бы не хотели, чтобы вы заучили эти фразы. Мы не хотим, чтобы у вас было нечто заученное. Самое худшее, что вы можете сделать, это, например, вы разговариваете с человеком, и у вас есть такая заготовка, она заучена, и вы вставляете ее прямо в точку. И этот человек говорит, дайте-ка мне секунду ПДУМАТ мягкий знак. Вдруг подходит друг этого человека, и вы начинаете говорить слово в слово, точно повторяя все, что сказали до этого другому. Сразу же тот человек подумает, этот человек просто какой-то робот. Это просто одно из его достижений. Он просто зарабатывает очки у Бога. Поймите, смысл не в этом. Аминь. Возможно, вы это и делаете, но это уже совершенно другой вопрос, с которым мы должны поработать. Итак, вторая часть. Помните, что в самом начале мы говорили о том, что написано в 12 главе Откровения, Откровения 12, 11. Они победили его кровью Агнца словом свидетельства своего. Евангелие, это слово Агнца. Понимаете, ваше свидетельство, это следующее составное. Как вы побеждаете, Евангелие и ваше свидетельство. Я не говорю о том, что вы должны стать теологом. Я говорю о том, чтобы вы просто знали простое Евангелие, которое может восполнить любую нужду любого человека, и чтобы вы были способны поделиться этим Евангелием и вашим свидетельством. Не чьим-то свидетельством, а вашим свидетельством, что Бог сделал в вашей жизни. Я скажу вам, я благословенный человек. На этой неделе у нас дома был гость, который ездил со мной в Европу. И я был благословлен, потому что моя жена не зная, что я слышу, говорила обо мне. И то, что она говорила этому человеку, я также слышал, как она упоминала об этом другим людям. И она говорила, это и плохо, и хорошо, но она сказала, что у нее новый муж. Я не хотел ее прерывать, я хотел слушать эту песню и дальше. Почему я говорю вам об этом? Это является частью моего свидетельства, что Бог сделал в моей личной жизни за последние 30 лет, и особенно за последние 6 месяцев. Это просто феноменально. Я не могу понять, как он это сделал. Меня даже спросили об этом, какая произошла перемена, как это произошло. Я не знаю. Я даже не знаю, когда это произошло. Когда люди говорили, я исцелился. И я даже не знаю, когда я всегда думал, как можно не знать, когда ты исцелился, но тогда я осознал, что именно так Бог исцелил некоторые вещи во мне. И я даже не знал об этом, но я живу по-другому. Это эффект Евангелия. Все, что я делал, это проводил время с Богом. Это все, что я делал. Я проводил время, поклоняясь Ему, благодаря Его. Я ничего особенного не делал. Я не проводил часы в молитве к Богу на коленях, плача и умоляя. Ничего такого. Я просто ходил с Ним, и Его присутствие стало таким сильным в моей жизни. И это меняет меня. Когда твоя жена замечает это, ты знаешь, что ты другой. Аминь. Потому что она знает вас лучше всех. Если вы не знаете, что является Евангелием, то мы вам сейчас поможем. И после вам нужно будет написать ваше свидетельство. Помните, что это свидетельство. Я слышал, как люди 45 минут свидетельствовали о том, что сделал дьявол в их жизни. И затем две минуты. И потом я встретил Иисуса. Спасибо, Иисус. Аминь. И они заканчивали. Это не свидетельство. Свидетельство это то, что Иисус сделал в вашей жизни. Аминь. Да, вы должны поделиться тем, откуда вы. Вы должны рассказать немного о вашем происхождении. Но я вам скажу, что если вы делитесь вашим происхождением, удостоверьтесь, что это то, что завершилось. Никогда не говорите чего-то, что может навредить вере другого человека. Я очень открыт к тому, о чем меня могут спросить. Я даже делился многими вещами с кафедры. В то же самое время, я очень осторожен, как я говорю о вещах, потому что я не хочу навредить ей это вере. Я же собираюсь молиться за них и не хочу, чтобы они думали, что он сделал то и он сделал это. Но я этого не делал. Это натворил другой парень. Но именно Бог изменил меня. Ключ к свидетельству сделать акцент на том, к чему Бог привел меня через Иисуса, а не о том, как дьявол изначально меня использовал. Аминь. Итак, на этой неделе напишите ваше свидетельство. Вот ваше домашнее задание. Первое, найдите, как минимум, два места из Нового Завета, издеяния или посланий. В основном издеяния я даю вам подсказку, где Евангелие описано или проповедано. Это не должно быть сложным. Пройдите по этим местам, пробегитесь по ним. В Деяниях 28 глав. Когда вы начнете читать их, вы увидите, я дам вам подсказку. Это будут слова либо Павла, либо Петра. Я помогаю вам сузить область поиска. Но ищите то, что пропорядовал и говорили Павел или Петр. Это даст вам хорошее представление об Евангелии. И затем напишите, что значит Евангелие. Сделайте из этого два-трих минутную презентацию. Заметьте, сколько времени это займет. Запишите, прочитайте. Поймите, что вам не нужно это запоминать. Вам нужно это понять, чтобы потом вы смогли рассказать. И затем, скажу вам, будет экзамен. Итак, первое, найдите как минимум два места из Нового Завета, где Евангелие описано или проповедано. И второе, на этой неделе я хочу, чтобы вы подготовились и начали делиться вашим свидетельством с пятью людьми. Не обязательно, что это будут те люди, имена которых написаны на листке. Но будьте готовы, чтобы поделиться своим свидетельством с пятью человеками. Это могут быть люди, имена которых вы написали, но не обязательно. АЕПР Мягкий знак. Вы начнете это делать. Христианство это не то, сколько информации вы можете удержать в своей голове. Христианство это то, скольким вы можете поделиться от сердца. Если вы просто знаете какие-то вещи, тогда вы просто ограничиваете то, что Бог может сделать. Мы должны выйти за пределы того, чтобы просто говорить о знаниях. Это должно войти в наши сердца, а потом это выходит из сердца и слетает с наших уст. Аминь. Это очень просто. Это не должно быть затянутым. Это не теологии. И самое главное, когда мы рассказываем Евангелие, мы должны говорить в общем, но в результате люди должны увидеть истину. Но мы не хотим быть такими теологически подкованными, чтобы из-за этого начались дебаты. Возможно, это произойдет, но ключ в том, чтобы вы научились у политиков, что означает не быть, как они. И вы должны оставаться сконцентрированными на своем понимании. Держитесь цели. Не позволяете людям увести вас в сторону. Вы находитесь там не для того, чтобы дискутировать по поводу обоснованности или не для того, чтобы ответить на вопрос, где Каэ нашел себе жену. Вы там не для этого. Вы там, чтобы делиться Евангелием. Держитесь темы. Поделитесь Евангелием. Расскажите свое свидетельство. Послушайте, если вы начнете свое свидетельство, то это завершит многие споры, потому что люди спорят о доктринах. Они не могут оспаривать свидетельство. Поэтому Петр и другие апостолы говорили, вещи, которые мы видели, слышали и сезали руки на шеи. Другим словами, вы не можете с этим спорить. И главной темой их свидетельства было, чему мы свидетеля. Мы видели это, мы здесь, чтобы рассказать вам о воскресении Иисуса, потому что мы это видели. Ваше свидетельство, это, то что Иисус сделал в вашей жизни. Итак, преподносите Евангелие и расскажите свое свидетельство, как можно скорее. Если нужно, вы можете поменять все местами. Вы можете рассказать свое свидетельство вначале, а потом поделиться Евангелием. Смотрите, как лучше сделать в данной ситуации и в контексте беседы. Итак, возьмите этот листок, заполните его и принесите на следующей неделе. Я сказал вам, будет экзамен. Как он будет проходить? Я задам вам конкретный вопрос. Выполнили ли вы все эти вещи? Я говорю вам заранее. Если я не увижу вас в следующее воскресенье, в 9 часов, я буду знать, что вы не захотели прийти на экзамен. Хорошо? Итак, вам нужно это сделать и сломить то плотское, что не хочет этого делать. И как только вы его сломите, вы начнете с большей легкостью оперировать в этом, и вам будет комфортно. Вы обогатились чем-то этим утром? Это все, что я хотел сделать. Я кое-что еще прочитаю. Расскажите, как вы приняли Иисуса Господом и результаты этого решения и посвящения, которые последовали. Помните об этом. Это часть вашего свидетельства. Как вы приняли Иисуса Господом? Как вы приняли это решение? Результаты и посвящения, которые последовали за этим решением. Вы не можете заставить людей просто принять решение. Должно быть посвящение. Мы будем говорить о шагах посвящения в следующий раз. В следующее воскресенье. Мы закончили. Вы что-то получили из этого? Позвольте мне спросить очень быстро. Честно, это ничего не изменит. Я буду делать то, что должен делать, вне зависимости от вашего ответа. Вы видите направление, по которому мы движемся. Что вы об этом думаете? Хорошо. Мы потерпели поражение. Я потерпел поражение. Мы пытались построить эту церковь по принципу того, как люди думают, какой должна быть церковь. И это не сработало. И ты начинаешь биться обо что-то головой достаточно долго и думать. Может, не так это должно быть. Мы начали это как тренировочный центр, и этим это и должно оставаться. И мы будем продолжать это делать. Мы будем поклоняться и все такое, но не на этом будет наш основной фокус, в том смысле, что мы не хотим создать еще одну церковь, как на другой улице. Это тренировочный центр, чтобы снарядить и послать вас на задание. И если в течение шести месяцев или года вы куда-то уйдите, то я ожидаю, что у вас будет команда жизни или что-то в этом роде. Я ожидаю, что у вас отпечатается это в жизни. И если вас здесь нет, то вы делаете это дело где-то еще. А если да, то да благословит вас Бог. Аминь. Мы здесь не для того, чтобы просто собираться вместе. Мы будем тренироваться и рассыпаться. Мы будем перекрестно опылять. Вот направление, в котором мы движемся. Я очень взволнован тем, что я вижу, этого я никогда не видел. Особенно в сфере ученичества. Можете начинать двигаться, а я буду продолжать говорить. Именно так это и работает.